Вслед за фальшивыми представителями пенсионного фонда, социальных служб, людей, предлагающих установить счетчики на воду, пенсионеры становятся жертвами нового вида мошенничества. Якобы от имени телевизионных провайдеров людям предлагают псевдоуслуги за немалые деньги. Подробности в нашем сюжете. Пенсионер Виктор Иванович Федоров с женой живет в Видном почти 60 лет. По причине инвалидности ни он, ни его супруга из дома почти не выходят. Телевидение для них в прямом смысле окно в мир. Правда, из-за проблем со слухом у жены Виктор Иванович его модифицировал. Вот поставил усилительный. Значит, через наушники сделал вывод. Ну, понял. Наушники она сидит. А сейчас она и зрение потеряла. По причине слабого зрения супруги и возникло желание у Виктора Ивановича улучшить изображение. Она в ловца и зверь бежит. Правда, кто именно оказался ловцом, выяснилось намного позже. Смотрю, стоят у щитка нашего два. Товарищи в куртках, в фирменных куртках написано «Ростелеком». Фирменные сумки, у одного за плечами ранец. Ковыряются они, говорят, вы с этой квартиры? Я говорю, да. Как у вас работают телевизоры? Я, да вроде ничего. Я говорю, ну, есть помехи по некоторым каналам. Молодые люди вызвались помочь в беде пенсионера. И попросили разрешения пройти в квартиру, оценить проблему. Тут, по мнению специалистов, наш пенсионер и совершил первую ошибку. Любой визит к абоненту происходит только после непосредственного обращения абонента в инженерную службу связи и телевидения. То есть сами мы никогда в квартиру не навязываемся и каких-либо услуг не предлагаем. В квартире якобы представители известного оператора оценили обстановку и сделали пенсионеру выгодное предложение. Для того, чтобы у вас была хорошая картинка, вам надо поменять эти кабели. Давайте мы вам заменим. С вас возьмем только цену за кабель. В понедельник мы будем в этом щитке ставить у вас усилитель. И будем вас переключать на цифровое телевидение. Но ни в понедельник, ни позже никто не объявился. Пенсионер заподозрил неладное. Он обратился к оператору, которого якобы представляли мастера. Тут и выяснилось, что он столкнулся с мошенниками. Мы знаем о таких случаях. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами для того, чтобы эти случаи предотвращать и наказать виновных. Действительно, люди ходят по городу Видное, одеты в непонятную форму, похожую на форму Ростелекома. И за какие-то баснословные деньги пытаются выполнить ряд работ. Если сравнивать с магазинными ценами, за материалы пенсионер заплатил примерно в 5 раз больше 7,5 тысяч. Но самое досадное в том, что и проложен провод, абы как, и изображение не стало лучше. Чтобы не попасть в ловушку к лже-мастерам, представители телевизионных провайдеров рекомендуют придерживаться несложных правил. Первое, это проверить удостоверение у сотрудников. Потому что все сотрудники, что МАУК ВДК, что Ростелекома, они имеют удостоверение, соответствующее своей компании. Второе, это можно обратиться либо в сам Ростелеком, в справочную службу, и присутствует ли у них такой сотрудник. Так же, как и в диспетчерской службе МАУК ВДК. Вы можете уточнить по фамилии, работает ли такой сотрудник в данной компании. Кроме того, необходимо до того, как будут проведены работы, узнать их стоимость. Но при этом никаких денег мастерам передавать ни в коем случае нельзя. Никогда ни один специалист Ростелекома не имеет права получать от абонентов наличные деньги. Это все происходит централизованно, через наши структуры, уполномоченные. Специалисты, которые приходят к вам, не имеют права получать деньги. Если мы оказываем какие-то платные услуги, то мы всех направляем в наш договорной отдел для заключения договора с абонентом. Потому что у нас есть тариф на прокладку кабеля в квартире абонента. Кто предупрежден, тот вооружен. Будьте бдительны и не покупайтесь на фирменные логотипы на одежде и солидный внешний вид. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...